здравствуйте здравствуйте как-то там в каком-то кресле таком куда собрались в поход российская разработка летишь прям куда хочешь долетаешь до лесочка приземляешься озерочка и кайфуешь я не так телефон держу по-моему давайте попробуем разобраться что с телефоном телефон такой микрофон снизу должен быть дырочка маленькая маленькая дырочка вообще маленькая подошло мне там слава богу когда подходят вообще просто знаете как камень с души падает все сразу так чем занимаетесь о чем хотите поболташкой ой болташка болташка просто на стул увидел такой хотите себе такой же извините но нет в любом случае нет почему просто говорю интересным показался и остановился на этом сейчас просил про него ты ничего про него не говорите если каждый день будет радовать глаз вы приходите заходите в комнату в кабинет да да на это как говорится на вас может там можно смотреть и как бы это действует себе имеет такого если на меня так можно смотреть спасибо я признателен ну вот видите а вот себе как будет еще бы короче еще не сейчас наверно надо подготовиться я тоже не сразу не сразу конечно нет я там несколько подходов делал захожу в магазин такой нет не сегодня еще раз потом нет вот посидел уже там посмотрел со всех стороны но вдруг нет вдруг не не срастемся как то ну и потом это в какой-то уже там очередной раз я такой пошел купил сел в него и или дальнейших кайфу и команда команда он отвечает за одни задачи за другие в тандеме работы прикольно причем вот тут но вообще был разговор о чем а я сценарий пишу прямо вот онлайн мы говорим собеседником потом я по итогам конспектирую и самые интересные какие-то сюжетные линии из его рассказы я превращаю сценарий но сценарий все равно как бы это извините я да я не договорился и разные люди концептуальность уже такое если разные люди не одним побольше говорят извините за блять на типа другие там так так и вы делаете из-за всего чего такие короткие типа сдвиги все но в тему да вот раньше из этого делали что папури какую-то антология а я пытаюсь не антологию а именно замесить из этого единый сюжет с одной сюжетной аркой получается вот это это вызов из грудь такой концептуальный искусственного это получается типа как бы она срастается когда пока получается вообще в идеале конечно если хватит духу он так сказать и времени ну и мастерства вообще это сделать в стихотворной форме поэтической представляете большая такая будет он ну как сказать поэма по мотивам онлайн дискуссии это это опыт десятков сотен тысяч людей сплетенные воедино что грандиозное может быть ну дай бог что получилось дай бог что просто хотя бы текстом описать работа конечно много тяжело не успеваем ну помощников каких-то пока не знаю пока найти бы да еще пару кресел надо хотя бы ну прикольно прикольно ну как бы идея да если если это все срастется услышит бы это все но типа так как задумка такая есть так тоже бы интересно было бы ну я надеюсь прогремит на весь мир рано или поздно насколько уже это продвинуто я только начал третий день сижу в тетради а это насколько надо на сидеть стопнуть надо хотя бы тысячу человек как будто бы по переобщать вообще из разных стран типа на старые на других то не понимаю разница имеет там где кто и про что говорит нет нет в этом в этом и концепция что каждый говорит о чем угодно абсолютный flame может быть старое русское слово flame почему-то вспомнилось вот и потом для очень старые древние и потом надо там и не русские тоже и и потом надо это все но это вы знаете что многие славянские слова вообще заимствованы в английский потом это шанута так вот и пошло даже вы не будет делать все в один перевод как бы но типа чтоб и нагласно или как это сказать что как это вообще это будет не единогласный как вы говорите грамма гласным грамма гласным как это все должно человек услышать как это все должно звучать типа человек включил и что он должен получить какой-то как трек который идет сколько-то времени или это как фильм когда документика в каком образе изначально конечно я текстовик я только сценарий пишу поэтому я пишу текст вот если получится если получится в виде рэп-поэмы ну это шикарный результат если потом эту рэп-поэму экранизируют ну просто все я состоялся как творец вообще-то посидели в стульчики люди как мы сделали за вас так получается но типа ну как сказать вы же этого не делаете она тоже правда я думаю участвуем в этом участвуйте я вас как с автора всех пропишу типа я и вся чат рулетка рулетка пошла прикольно как россия как дела огонь вообще просто я не знаю чего еще желательно государства и от страны дает просто больше чем я могу хотеть и более но нифига сколько не прикидывает просто странно сколько насколько столько позитива мне кажется секрет в том чтобы урезонивать свои необузданные желания это в первую очередь на этим смотришь когда на монахов там шоу линии еще каких-то монахов до любых монахов они счастливы просто потому что они существуют это вот это предельное какое-то урезонивание своих потребностей и своих своих потребность душевных метаний да именно душевных независимо думаю где ты находишь да да абсолютно верно в том и прикол но это предельное и конечно это не каждому дано и да кому понять и главное что это может и не нужно может это и уже чрезмерно это они как бы этому жизнь посвящают это как спорт знаете это положить все на алтарь вот этому достижению это очень тяжело это такое это решимость нужно ответственный поступок а так по обычному смертному человеку можно урезонить до некого такого среднего уровня и дальше на этот уровень уже наслаивать какие-то социальные достижения блага там кайфушечки и все и и оказывается тогда что человеку то материального очень мало надо ну чё там а в россии материального можно очень много получать то есть проще говоря если мне там нужно ложка риса в день и кусочек курочки а в россии то я могу себе и на окорочок свиной на этот господи как он называется как называется свиной свиная вкусняшка забыл слово в общем и на омаров можно заработать и на икорку и на хрустящий французский хлебушек че еще хоть рулька вот мне подсказали рулька рулька не не рулька это часть свиная вырезка хамон хамон я общее слово хамон пытался добрый день это надо холодно не подобрать про свиню говорили блядь чего хамон 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 да свиньям она то вообще от другая свинья свинья же бас у него меня напугали одну шибели не свиньё думаю ничоси я хамон просто дорогая короче вот и россия это все дает пустыну только возьми что еще хотеть я не знаю на что-то завладеть там большие побольше стран я я не хочу побольше там ни одной достаточно не вы особенно не вы просто как россия россия больше стран как россия как страна побольше там чего-то где-то да слушайте это 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 очень смешная история вы знаете так получается что россия вообще никогда не стремилась вот именно как россия как как государство никогда не стремилась там захватывать какие-то новые территории или стран за мной вот завладеть но любопытный момент она настолько знаете как сказать источает вот эту позитивную энергию слово сейчас забыл подождите в общем позитивную энергию для простоты скажу что другие страны бегут к ней каждое столетие прибегают и отдают сами свои территории это 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 уникальная ситуация и поэтому россия самая большая она самая была от благостного благостная самая благодушная самая няшная нежная вот и все остальные страны прибегают и такие заберите пожалуйста вот возьмите наши территории в возле не выучить возьмите меня с собой под вашу опеку ну тут на тимго также в этом надо то больше прибежит что-нибудь оставит то кто-то еще то германия прибегала оставляла все прибегают и оставляют ну ладно за никому не нужно влятся тут что-то прикольно прикольно звучит вот такие дела хорошего вам воскресенье я побегу дальше я на посевала делать вот